На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. 80-ю годовщину контрнаступления советских войск в битве под Москвой отметили в Бидном. Именно в эти дни всему миру было показано, что враг обязательно будет разбит. В Подмосковье провели итоги смотра конкурса названия «Лучший оперативный штаб на месте пожара». Проведение нашего конкурса – это, во-первых, повышение профессионального мастерства. Чудеса начинаются. Так называется серия праздников, организованных в рамках областной акции «Зажги елку» в Ленинском городском округе. Раз, два, три! Елочка горит! Ура! В Видном на Аллее Славы прошел торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященные 80-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В мероприятии приняли участие представители руководства муниципалитета, общественники учащейся школ. В почетном карауле застыли воспитанники военно-патриотических клубов. Именно в эти дни всему миру было показано, что враг обязательно будет разбит. Потом, позже, будут десятки таких великих побед. Это и Сталинград, это и Курская битва, можно перечислять бесконечно. Но именно в эти тяжелейшие дни солдаты Красной армии защитили Москву. Цель подобных мероприятий – сохранить память о славных страницах истории и подвиге советского народа, совершенного в Великой Отечественной войне. 5 декабря началось контрнаступление, вследствие которого, кстати, уже меньше, чем через 50 дней, вся Московская область была освобождена от фашистских захватчиков. И мы в январе будем отмечать еще одну юбилейную дату – 80 лет освобождения нашего региона. После торжественного митинга состоялась минута молчания, а затем все собравшиеся возложили цветы к вечному огню. Образованное более трех лет назад муниципальное учреждение по уборке и содержанию территорий Ленинского городского округа «Дорсервис» набирает новых сотрудников. Достойная заработная плата, социальный пакет, работа рядом с домом. О том, на какие специальности можно устроиться и что о своей деятельности рассказывают сотрудники, узнала Юлия Погосян. В муниципальном учреждении «Дорсервис» механик Константин Махин работает с основания. По мнению руководства, один из лучших специалистов своего дела. А других здесь, кажется, и не держат, ведь на кону качество жизни людей. «Дорсервис» занимается благоустройством и уборкой территории Ленинского городского округа. Работа нравится. Практически на работе круглые сутки уже бываем на этой работе, особенно в зимний период. Вот появились новые машины у нас. Вот сейчас ее как бы подготавливаем к работе, повесили тент на нее, проверяем масла, протягиваем, чтобы машины у нас не ломались на дороге». В ремонтной зоне, где трудится Константин, чинят весь автотранспорт компании. Механики и слесари всегда готовы принять в свой дружный коллектив новых сотрудников. Помочь, обучить, поделиться опытом. Сейчас этот вопрос для «Дорсервиса» наиболее актуальный. Учреждение приглашает на службу грамотных специалистов. «Коллектив у нас очень добрый. Ну, вообще замечательно все. Зарплату устраивает. Для нашего города видно это нормально заработная плата, не более повысили нам. Сейчас оклад у всех одинаковый, ставка у всех одинаковая. Работаем потихоньку, дай бог каждому». В «Дорсервисе» трудятся специалисты нескольких основных направлений. Водители, спецтехники, механики, слесари, а также рабочие по благоустройству. Спектр их деятельности широкий. Уборка территории, опиловка, высадка зеленых насаждений и многое другое, связанное с благоустройством. Зарплата порядка 40 тысяч рублей. «Плюс ко всему у нас есть премиальный фонд, потому что приходится работать круглосуточно в праздничные и выходные дни. Вот благодаря этому поток людей к нам увеличился. И это было сделано буквально 2-3 месяца назад». Красивый облик Ленинского городского округа – заслуга сотрудников «Дорсервиса». К своей работе специалисты относятся ответственно. Руководству удалось создать в коллективе дружескую атмосферу. «Как в хорошей семье. Все дружно. Дружно, все отлично работают, все делают, все выполняют. Никто не отказывается от своих должностных обязанностей». Стать частью команды «Дорсервис» несложно. Прийти в офис компании, который находится в Видном на проспекте Ленинского комсомола, 23, корпус 3, в отделе кадров заполнить заявление, предоставить необходимые документы, пройти собеседование, оформиться и приступить к работе. «Приглашаю жителей не только Ленинского города Видного, но и всего Ленинского городского округа приходить к нам, устраиваться на работу. Это стабильные зарплаты, которые выплачиваются своевременно. Это полный социальный пакет документов, вернее, льгот, которые есть. Ну и дружный, хороший коллектив». Помимо этого, в учреждении ждут работников и других специальностей. Проконсультироваться по данному вопросу можно также в офисе компании. Юлия Погасенко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В Подмосковье подвели итоги смотра конкурса названия «Лучший оперативный штаб на месте пожара». Финальный этап проходил на базе пожарно-спасательной части номер 28, расположенной в городе Видное. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Конкурс «Лучший оперативный штаб на месте пожара» в Московской области проводится впервые. В нем приняли участие восемь команд из разных спасательных частей Подмосковья. «Тавритория Московской области условно разделена на восемь зон. В каждой зоне сформирована зональная служба пожаротушения. И первый этап смотра конкурса у нас проводился в зонах ответственности данных зональных служб. В составе каждой команды четыре сотрудника МЧС. Финальный этап состязаний, который проходил в Видном, был разделен на две части – теоретическую и практическую. После небольшого тестирования, где нужно было за пять минут ответить на десять вопросов, команды отправились выполнять групповое задание. Организаторы предложили участникам заочно принять решение по тушению пожара. Спасателям необходимо было оценить обстановку, произвести расчет сил и средств для дальнейших действий. Проведение нашего конкурса – это, во-первых, повышение профессионального мастерства, нашедшегося состава Федеральной противоположной службы. Это совершенствование работы по управлению и планированию боевых действий по тушению пожаров и проведению варисовательных работ и распространение передового опыта, в первую очередь». По итогам смотра первое место заняла команда Мытищинского гарнизона. Конкурсная комиссия отметила, что все участники показали хорошие результаты и продемонстрировали отличные знания и навыки по проведению аварийно-спасательных работ. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В рамках творческого фестиваля «Лови волну» жители Ленинского городского округа показывают свои таланты в самых разных творческих направлениях. После хореографии, вокала, театрального фестиваля наступила очередь артистов оригинального жанра. Подробнее в нашем сюжете. В кинотеатре «Искра» состоялся очередной этап фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». Мероприятие под названием «Новые имена» приняли участие артисты оригинального жанра. Они показали собравшимся свои таланты. Проще найти исполнителей музыкальных песен, исполнителей на музыкальных инструментах, а именно наше направление, вот эстраду цирковой. Здесь нам пришлось, конечно, потрудиться, поискать исполнителей. Ну и они есть, это все-таки востребовано, жанр этот живет. Одним из тех, кто в этот день поднялся на сцену, стал Николай Потемкин. В детстве он занимался футболом, дзюдо, гимнастикой, но своей профессией выбрал цирковое искусство. Раньше он работал на столичной сцене, а сейчас руководит кружком Мурзики во Дворце культуры поселка совхоза имени Ленина. Обычный номер, естественно, он выстраивается. Там все зависит от идеи, трюковой части и так далее. Ну, как комаров, комаров, жонглерский номер. Как бы не особо такой, как сказать, крутой, но ничего. Ничего, вроде я видел, там улыбались. Также на суд жюри были представлены артистические этюды, мастер-классы, в которых могли поучаствовать все желающие. Дарья Денисенко продемонстрировала собравшимся танец степ. Четко выбрала меня. Когда я училась в Нейстинском музыкальном училище, я увидела, как один из актеров репетирует, танцует, и все, это навсегда. Потом я попала в мюзикл, и там тоже был степ, как часть этого жанра. И со степом потом я поступила в ГИТИС, в мастерскую Юрия Любимова. На таганку, в общем, я попала тоже в степовый спектакль. Председателем жюри был клоун Алекс, который приветствовал артистов, давал им советы о том, как улучшить их выступление в будущем. По окончании фестиваля все участники получили дипломы и сфотографировались на память. Галина Житкова, Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Чудеса начинаются. Так называется серия праздников, организованных в рамках областной акции «Зажги елку» в Ленинском городском округе. На этот раз Дед Мороз, Снегурочка и их помощники повеселили больших и маленьких жителей деревни Калиновка и поселка Горки-Ленинский. А также помогли огонькам на главных елках засветиться. Весть о появлении сказочных персонажей снеговика, снежинок и бабы-яки у главной елки в Калиновке быстро разлетелась по деревне. И местная детвора поспешила на праздник. «Принесли ее с мороза, это дерево береза!» Сначала ребята отгадывали загадки с подвохом, а затем, чтобы не замерзнуть, принялись лепить снеговиков под музыку и танцевать. «Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге, лепим глазки, лепим бровки и длиннющий нос морковкой!» А затем появился он с белой бородой, сам румяный и седой. И, конечно, его внучка Снегурочка. «Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, взрослые! Новогодние!» По традиции, Дед Мороз с помощью волшебства зажег огни на главной елке. И тут уж у присутствующих настроение стало еще более праздничным и новогодним. «Новогоднее настроение?» «Очень новогоднее!» «Чем понравился танец?» «Всем танцами!» «Мы сегодня танцевали, пели и еще раз гадывали загадки». «С кем это все дело?» «С двумя снежинками, с бабой Егой и с Дедом Морозом». «Мы просто мимо проезжали, видели здесь праздник. Мы очень рады, дети тоже были очень рады. Спасибо большое!» «До свидания!» «Очень понравился!» «Удалось поднять настроение, почувствовать, что скоро Новый год!» Затем Дед Мороз и его помощники отправились в поселок Горки-Ленинский, где их уже ждали местные ребятишки и их родители. «Уже второе мероприятие. Вчера зажигали елку в поселке Петровское. Сегодня прошло праздничное зажигание елок уже в деревне Калиновка, в деревне Горки. Живая елка. И вот у нас еще сегодня зажигается елочка в поселке Горки-Ленинский. «Очень большое количество людей пришло. Большое количество детей. Атмосфера просто потрясающая. Всем очень все нравится. Ну, наверное, количество людей, которые сейчас собрались, оно о многом говорит». Дети весело отплясывали со снежинками, снеговиком и бабой-ягой, которая в честь праздника была совсем не злая, а очень даже веселая и милая. «Какой праздник без бабы-яги? Кто за дур добавит ребятам, а? Только я!» Веселый праздник с танцами, загадками и хороводами здесь также завершился торжественным зажением огней на главной елке. «Раз, два, три! Елочка, горьи! Ура!» Все маленькие гости праздника, помимо отличного настроения, получили в подарок брелки с символом следующего года – тигром. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова